покупка лазера естественно начинается с эксперимента над самой собой будем удалять мои брови конечно они прекрасны но кожи всегда заканчивается ресурс сколько она может принять пигмента поэтому чтобы обновить мои бровки что ли они чтобы они стали более коричневые мы сейчас удалим плотность пигмента и уже потом будем делать новые красивые коричневые так ну будет 0 или бровки не могу смотреть на свет немножечко бликуют но прям результат уже на лицо буду снимать прогрессию ну что прошло два дня после лазерного удаления мои бровок ведь эти цвет поменялся стал такой красновато-рыжеватый причем видно отчетливо что бровь которая была изначально ярче она и сейчас ярче то есть у нас ушел просто карбон black мы работали холодной насадкой по заживлению в любом случае еще скорее всего придется работать теплой потому что бровки были достаточно плотные ощущение болевых никаких нет то есть но вообще все обычно стандартные брови по уходу четыре дня желательно не мочить в избежание корочек но я вчера вообще забыла о том что я что-то делала с бровями с утра конечно же их намочила но знаете нет никаких неприятных ощущений не чувств стянутости абсолютно ничего конечно ходить с таким цветом бровей ну не супер но он скоро должен поменяться и вот эта краснота должна уходить прошла еще неделя после того как я удалила старый перманент лазером бровки уже видоизменились они вначале были более красные сейчас они даже уже не оранжевые такой знаете микс вот за это время произошел между оранжевым и коричневым посмотрим что будет дальше но уже вот в принципе издалека оттенок ну не криминальный а сейчас хочу познакомить с историей бровей одной моей клиентки смотрите какие серые плотные брови до левую бровь мы уже удалили вот такая произошла инверсия цвета на следующий день бровки приобрели уже красноватый оттенок доброе утро сейчас еду своей коллеги удалять продолжать удалять свои бровки прошло чуть чуть больше месяца собственно пора проводить вторую процедуру так что сейчас мы сделаем точнее я доберусь мне ехать навигатор показывает страшную цифру полтора часа потому что мкад просто так жестко стоит но ничего я я в пути поэтому сейчас приеду удалим бровки и покажу вам какой же результат у нас получился ну вот и удалили мои бровки знаете какие они светленькие классненькие такая красота получилась прямо они светленькие светленькие еще присутствует небольшой отек конечно но это сейчас спадет красота и скоро новые брови ну все удалили мне бровки мои второй этап у нас произошел отлично если в первый мне было больно чувствительно то сейчас уже было абсолютно терпимо по ощущениям легкие покалывания и тепло процедура длится очень быстро буквально не знаю 10 минут наверное мы потратили на все сейчас я вам ставлю видео и покажу какие бровки у меня были перед вторым удалением попозже поближе сниму какие бровки у меня сейчас вот смотрите сразу после удаления они прям мега посветлели посмотрите какие они стали вообще желтенькие такие нежные 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 пшеничные очень красивые но сейчас прошел где-то час может быть полтора и бровки уже стали такие более насыщенные опять но это опять же травматизация кожи это возможно небольшое покраснение спустя время после процедуры возможно даже небольшой отек но у меня кстати после первой процедуры он был сейчас а сейчас слава богу нет поэтому конечно возможно еще будет третий этап спустя еще месяц но мне уже хочется поскорее с вами поделиться в принципе историю удаления и из него будет уже понятно да какой идет прогресс и чего стоит ожидать если вы решили все таки удалить бровки и хочу немножечко сказать по поводу того зачем же я вообще удаляю брови потому что на примере моей клиентки у нее очень темные графичные плотные брови а нам хочется нежных пушистых русых поэтому мы их удаляем снимаем эту плотность убираем этот ненужный негативный оттенок но в плане со мной мне все клиенты очень удивились говорят ты удаляешь свои брови они такие красивые такие прекрасные зачем ты это делаешь но мне тоже хочется более легких более русых бровей потому что я сейчас перешла на работу на других пигментах у меня теперь пигменты минеральные мои бровки много раз делали органическими пигментами органикой это как небо и земля абсолютно разные пигменты абсолютно по-разному ведут себя в коже абсолютно ведут себя по-разному через время поэтому я решила что я не хочу больше пусть у меня был не сильно не плотный но все равно серый остаток я решила что надо обнулиться и сделать уже классные пигментами ну на сегодняшний момент они для меня классно я прям в них влюблена меня радуют заживчики меня радует очень результат сегодня вторая процедура по удалению бровок моей клиентки посмотрите бровки такие красноватые мы еще раз их прошли лазером от нам бровь посмотрите насколько сильно отличается значительно посветлела ну и вот собственно две бровки мы сделали и опять ждем месяц и будем снова удалять что вот мои брови на второй день выглядеть именно так неплохо вы знаете они реально посветлели но мне кажется даже вот в таком варианте под мой образ скажем так подходит лучше естественно они такими не останутся пигмент еще посветлеет но после первого удаления подведем итог из серых получились такие вот теплые больше ара коричнево-оранжевые брови ну больше оранжевые чем коричневые конечно после второго удаления уже такие желтовато-русовато но теплые то есть присутствует не будет небольшая такая теплинка-рыжинка но она неактивная ну сегодня только второй день брови в любом случае ярче через месяц конечно же они будут уже другие я честно не планирую дальше снимать видоизменения моих бровей я думаю что уже когда я буду их перекрывать потому что возможно я еще буду удалять потому что я хочу максимально избавиться от пигмента но все-таки это видео снимаю для того чтобы вы понимали что с за лазер это не волшебная палочка с первой процедурой не происходит просто исчезновение пигмента поэтому когда вы выбираете мастера и когда вы выбирая и просите мастера делать ему как-то плотно ярко думайте пожалуйста о последствиях потому что во первых меняется и мода меняется вообще восприятие и понимание что такое перманентный макияж все-таки перманентный макияж это не замена обычного макияжа брови должны быть получиться такие чтобы никто не понял что у вас перманент что как будто бы вы как-то их подкрасили немножечко тенями или как-то краской вот должен быть именно такой легкий и дымчатый эффект а если вы хотите уже графичности то берем в ручку карандаш маркер для бровей все что угодно и доводим до нужного результата сейчас я думаю многие обозлятся в комментариях и начнут писать а зачем тогда делать если их потом красить но делать нужно для того чтобы когда вы либо не накрашены либо с легким макияжем что у вас не были одни брови на лице вот чтобы был такой эффект когда вы накрасились например какой-то вечерний у вас макияж конечно вы тогда уже добавляете яркости своим бровям ну и опять же современный мир не стоит на месте и пигменты тоже меняются повторюсь я все-таки выбрала для себя минеральные пигменты которые мягко выходят из кожи не оседают не проседают не синеют не сереют и так далее и очень быстро при необходимости удаляются лазером в ноль в отличие от органических пигментов которые сейчас на моих бровках ну собственно вот такие бровки мои после двух удалений точнее после второго удаления прошло всего лишь две недели но уж забав не в терпешках говорится я решила рискнуть и удалить сейчас их ремоверы вы не ждать еще две недели конечно это не очень хорошо потому что может быть рубцевание кожи и так далее но ставите есть мастера которые удаляют в одну процедуру одновременно сначала делают ремовер потом делают лазер или наоборот если честно не знаю не вдавалась в подробности потому что ну мне кажется это очень травматично а тут прошло вроде как две недели все давным-давно хорошо сейчас будем делать ремовер на бровке я уже все подготовила буду делать сама себе все машинка ремовер перчатки игла ну и собственно приступаем так одеваем перчаточки блин я буду делать все без анестезии если честно боюсь но я боюсь что с анестезией я ничего не прочувствую сейчас поэтому но потерплю это не так долго 15 минут боли у меня весь бог забит татуировка я черпела долго так решен страшно-страшно сейчас подготовим машинку обработаем бровки и приступим самой себе конечно блин это не очень удобно но я знаю народ себе и губы делает сам и брови и даже стрелки есть сумелец а ой не знаю не знаю как они это делают конечно хорошенечко все протру я сегодня вообще новый как абсолютно так наверное шапочку может себя одеть чтобы волосы не запачкать даже не знаю как сделать лучше казалось бы без косметики но все равно крем надо смылась поэтому всегда важно очень хорошо подготавливаться к процедуре так вы меня будете видеть таком интересном вообще ракурсе я думаю что еще суда себе поставлю маленькое зеркальце вот там маленькое зеркальце будет отлично ну и мам соответственно тоже как боюсь как боюсь ну ладно поехали мне вообще все терпимо на самом деле абсолютно ну что-то по типу тату только на лице вы знаете я думаю что после того как я себе удалю брови я себе сама сделаю перманент блин сейчас встать и бровь жжет что-то я думаю что на вряд ли я сделаю сама перманент блин и сразу у вас начинает так ну нет небольшой фростик пошел бровь горит я продолжу пока прервусь по видео потом в конце покажу что же вышло так ну смотрите на первой бровке прям отчетливо виден фрост она такая побелевшая сниму каш папа еще получше от окна это бровка еще в процессе самое болезненное место вот здесь мне прям больно но кстати когда первый раз сейчас прошла бровку сейчас вот я второй раз еще делаю по ней уже не так больно чем вот когда первый раз ужасно неудобно держать машинку это конечно капец зачем я это делаю сама ну да ладно реально я не знаю как люди сами себе делают перманент мастера маньяки какие-то межресничку делают сами все сами делают вот здесь прямо не больно очень больно но здесь тоже надо короче лазер это супер штука реально супер штука но опять же я еще маньяк я без эстезии так вот фрост по 1 пошел на 2 тоже пьезин так сказать пока остановлю сейчас покажу вам собственно frost попробую снять вот так просто это беленькая такой вот на коже это такое временное явление скажем так помучусь себя еще немножко чуть-чуть осталось ремувера можно конечно из чего добавить еще побольше его туда прям забубенить я чувствую на самом деле что очень поверхностно сработало потому что у меня даже нет минимальные какие-то кровушки-сукровушки выделяются вот такой эффект эстетика в некоторых местах то есть я так уже не очень чувствую эту брак делаю побольше потому что но она у меня сама ярче сама по себе ой вот это место и чихать хочется вот бровки чуть-чуть горят такое ощущение небольшое жжение но она на самом деле очень быстро проходит очень быстро проходит хватит себя мучить как говорится так возьми пожалуй микро брашек и сейчас сейчас нанесу им остатки ремувера на бровку мы будем ждать заживления ой как жжет боже боже огнем огнем горит прям все сопли пошли слезы сейчас прям горит просто нереально горит пусть жжет горит вот видите такие они прям ух брови я думаю сейчас это спадет не скоро клиент через 40 минут буду пугаться своим видом всем привет но собственно мои бровки отшелушились буквально на следующий день после того как я сняла видео как они потрескались они прям так активно начали скажем так отколупливаться что очень сильно вообще чесались я буквально намазала кремушком зуд прекратился и уже к вечеру они просто вот все вот так вот прям закрутились у меня и я просто взяла обычную щеточку для бровей ресницы и просто аккуратненько все это счесала полетела кучу корок кучу перхоти на самом деле такое же заживление как и после перманентного макияжа то есть я не скажу что она какое-то некомфортное какое-то страшное там с какими-то супер большими корками вообще нет то есть очень комфортно кто боится делать ремувер например ничего страшного нет кстати что в ремувере что в лазере после процедуры по уходу всегда рекомендуют не мочить зону хотя бы несколько дней я что после лазера забыл и намочила на следующее утро после ремувера я первый день помнила что нельзя мочить но на второй день я все намочила нужно не мочить для того чтобы не было больших корок но опять же все мастера работают по-разному поэтому может быть у меня такая легкая рука и такой не знаю какой-то лазер особенный или ремувер я не знаю но получилось все так причем я смотрела и на клиентах период заживления абсолютно идентичный абсолютно такой же то есть это не какая-либо особенность чисто моего организма это просто видимо действительно рабу особенность работы особенность лазера особенность ремовера так ну что скажу по бровкам я буду еще раз удалять и лазером и ремувером почему потому что они конечно все супер посветлели ну прям вообще супер мяч из бровки знаете я их наверно неделю назад она покрасила краской у меня немножко волоски потемнели но все равно видно что бровки светлые бровки реально посветлели и у меня такой легкий желтоватый оттенок который заметен исключительно когда мы прям вот внимательно очень смотрим на мои брови когда окружающие внимательно смотрят на мои брови я говорю посмотрите они там желтые хотя клиенты приходят и вот знаете стандартный вопрос каком по состоянии моей брови не были и например когда они у меня были такие серенькие клиенту говорю вот как у вас брови вот сделайте мне как у вас игру нет как у себя и вам сделать не буду так нехорошо это старые пигменты ну я об этом уже говорила пигментом я делаю лучше чем себе на данном этапе клиентам нравится мои брови в любом состоянии серыми и после лазера когда они стали у меня такие прям красно-оранжевые им тоже все нравилось и после ремувера вообще искали отлично просто отлично многие кстати заметили горит и что себе бровки типа свела я груда заинтересовались почему это сделала но я все объяснила точно так же как и вам сейчас такой легкий желтый остаток можно без проблем вообще перекрыть любые пигментом любым оттенком потому что желтый он содержится в любом пигменте да вспомним цветовой круг желтый красный синий вот ну и желтый самый светлый и он быстрее всех выходит из кожи поэтому вообще ничего страшного если бы меня устраивала форма я бы без проблем бы уже обновила но меня немножечко не устраивает форма потому что видимо все таки произошли возрастные изменения во мне и немножечко вот это вот бровка хотя я вижу что они вроде как на одном уровне все нормально у меня ничего не колота не заколота то есть у меня вообще нет никаких уколов в моем лице и вот это вот бровка почему-то вот прям вот нижняя линия такой вы знаете вот от которой начинается градиент вот эта вот модная тема которую раньше делали вот этот градиент до сих пор многие делают я буквально вчера смотрела мастер-класс одной очень одного очень хорошего мастера чьей работа мне очень нравится но я так расстроилась что она делает такой акцент на нижнюю линию у нее вся работа идет от этой нижней линии с проходом этой нижней линии вот что я прямо если честно разочаровалась потому что ну вот у меня по такой же схеме сделано мои бровки мои бровки сделаны по той же схеме с усиление нижней линии и к сожалению это дало большой минус для меня сейчас потому что вот именно нижняя линия на дальние скажем бровки мастера отправился от справа от клиента и дальняя бровь у многих мастеров получается немного ярче опять же это все с опытом приходит и получаются одинаковые бровки есть нюансы в работе хотя мне делал мастер с опытом мастер преподавателя но все равно немножечко засадила скажем так она мне эту нижнюю линию углубила уплотнила и сейчас все бровки желтые но вот этот нижняя линия она блин оранжевая меня это просто очень бесит и я не хочу по этой же линии делать перманент то что я хочу сделать в технике без контурной то есть без акцента на нижнюю линию и конечно оранжевая полосочка на левой бровке помешает поэтому буду еще раз удалять лазером и ремовером и после этого я уже перекрою бровки поэтому вот такой мой опыт надеюсь он вам в чем-то поможет чего-то убережет возможно ну а кто-то скажет посмотрит и скажет блин у меня все классно даже на 5 лет назад мне мастер делал все хорошо и все меня устраивает хотя я таких бровей еще не встречала в основном количество лет назад делали совсем все по-другому бровки сейчас у всех такие прям ух навсегда и кстати насчет возрастных изменений очень большой плюс что сейчас есть минеральные пигменты которые выходит со временем из кожи либо без проблем в ноль удаляются очень быстро лазером без каких-либо инверсий цвета они просто светлеют потому что мало ли что случилось я не знаю там да сильно опустились веки что-то там вот так вот случилось ничего страшного бровка все равно выйдет и все можно менять форму можно менять вообще все что угодно это конечно большой плюс когда сделаю себе новые бровки конечно же обязательно вам все покажу до новых встреч всем красиво проверьте и не только